Вопрос. А если добавка относительно товара произошла отделимая? В прошлом вопросе какая была добавка? Неотделимая. То есть теленок был маленький, стал большой коровой. Здесь ты не можешь отделить теленка, забрать теленку, а остаток оставить в виде коровы. То есть добавка какая? Неотделимая. А теперь другой вопрос. Если добавка относительно товара произошла, но она является отделимой? Как самара, как например плоды. То есть если человек продал другому дерево, пришел забирать дерево, смотрит, а оно уже полное плодов. Что делать с плодами? Или имеет ли он право забрать это дерево или нет? В данном случае. А ульволят. Или ребенок продал рабыню, приходит забирать рабыню, а у него уже есть ребенок. Еще один раб появился на свет, грубо говоря. Или продал какое-то животное. Это животное родило. Допустим, корова родила теленка. Что делать с теленком? Говорит вот кастер. Или кастер. То есть раб был, продал человек другому раба, потом пришел забирать этого раба, а раб является кем уже? Раб заработал определенную сумму денег. Ходил в работу, заработал денег или приобрел какое-то сам имущество, пока работал. Что делать с этим вот имуществом отделимым? Говорит, Во-первых, ведь ученые упомянули о том, что отделимая добавка, которая произошла относительно товара, не мешает кредитору в первоочередном порядке забрать этот товар. Имеется в виду без добавки. Так или нет? То есть что мне мешает, допустим, забрать ту корову, которую я тебе продал, даже если она родила? То есть корова как была коровой, так и осталась корова. Это мой товар, который я тебе продавал. Говорит, Но ученые далее разногласили, а кому остается добавка? Вот этот плод рожденный, кому остается? Или вот эти плоды, которые на дереве, которые я тебе продал, кому они остаются? Говорит, На два мнения. На какие два мнения? Первый скажет, что остается банкроту, второй скажет, что остается кредитору, соответственно. Первое мнение, То, что добавка остается банкроту. И это мнение Целая группа ханбалитов. И это мнение Имама Шафии И выбрал это мнение также Ибн Кудама. Сказали, почему? Потому что добавка к этому товару произошла тогда, когда этот товар находился во владении банкрота. Во владении должника. А саней, второе мнение в этом вопросе То, что добавка также переходит к кому? К кредитору. Продавцу этого товара. Забираю я и свою корову, и еще то, что она родила. Потому что, говорят, эта корова родилась, а точнее, этот теленок родился от моей коровы. Так, соответственно, она принадлежит, или этот теленок тоже принадлежит мне. И это мнение Мама Малика и Ахмада в одном из ревятов от него. Во балдель ханабили. И мнение некоторых ханбалитов. Сказали, потому что это ответвление, которое должно следовать за основой. Теленок следует за кем? За своей матерью, за коровой, когда-то, которую я тебе продал. И правильным является мнение первое. Какое мнение первое? О том, что отделимая добавка к товару остается у банкрота. Почему, брат? Потому что эта добавка произошла относительно товара тогда, когда этот товар был во владении банкрота. Во владении должника. И кто нес балман за этот товар? Балман за него нес вот этот вот должник. Правильно или нет? Если бы эта корова скончалась, допустим, кто бы отвечал за эту корову? Отвечал бы продавец или отвечал бы вот этот вот должник, в данном случае банкрот? Он бы отвечал, должник. Он бы все равно должен был заплатить продавцу деньги за товар. Он же не мог бы сказать, брат, вот ту корову, которую я тебе купил два месяца со срочкой платежа, я тебе сейчас за нее деньги платить не буду. Почему? Потому что она скончалась у меня. Так, это твои проблемы, то, что она у тебя скончалась. Ты мне все равно должен заплатить деньги. Это о чем говорит? То, что эта корова, пока она находилась у должника, была под чьим доманом, под чьей ответственностью? Под ответственностью вот этого вот должника. А как мы говорили, прибыль получает с товара тот, под чьей ответственностью этот товар находится. Помните, мы это правило разбирали вначале, китабульбу его. И ты, как кредитор, не имеешь права забирать эту добавку, отделенную. Почему? Потому что она произошла тогда, когда этот товар не был в твоем владении, и ты за него ответственность не нес. А пророк, саламулах, запретил зарабатывать и получать прибыль за то, или от того, относительно чего ты не несешь ответственности. Понятно, этот вопрос, а не шалалеки, в нем ничего сложного не дали.